Фонд Казахстан Халхана поступило больше 115 миллиардов тенге. Рассчитывать на деньги может каждый действительно в них нуждающийся. Но как оказалось, деньги просят не только такие. Так, в фонд обратилась женщина с просьбой выделить 10 миллионов тенге на свадьбу сына. Активизировались и мошенники, которые оформляют кредиты на тех, кто подал заявку в фонд. Продолжают поступать просьбы о покупке жилья, автомобилей и также просьбы об оплате обязательств по кредитам и другим финансовым займам. Об оплате семейных мероприятий, даже об оплате каких-то семейных торжеств. Я хочу напомнить, что попечительский совет утвердил концепцию. И в этой концепции указаны основные задачи фонда Казахстан Халкна. И вот согласно этому документу, деятельность фонда, конечно же, направлена прежде всего на содействие и развитие в повышении доступности медицинских услуг для детей, для детей, которые в младенческого возраста, скажем так, чтобы в дальнейшем исключить возможное развитие имеющихся заболеваний и инвалидизации детей в будущем. И, конечно же, это содействие в развитии и повышении доступности также спортивной, образовательной инфраструктуры. Одно из главных направлений работы фонда – оказание поддержки родителям, которые усыновили детей или взяли опекунство над ребенком-инвалидом. В фонде готовы поддержать семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга и людей с редкими заболеваниями. В перечне деятельности фонда также указана поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, там и специальные органы, сотрудники Комитета национальной безопасности, военнослужащие, те, которые были признаны погибшими или тяжело ранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана. Или же при спасении жизни людей и оказании помощи пострадавшим людям, пострадавшему населению именно при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения. В фонде уверяют, что каждая заявка рассматривается индивидуально. В первую очередь заявитель должен пройти авторизацию на портале электронного правительства и предоставить все необходимые документы о своем социальном статусе. Только после этого его обращение поступит на рассмотрение комиссии. Шадин Саидов Сакен Сапарбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.